Приняли целый ряд решений Ключевой вопрос сейчас выйти на задачу спроектировать защитные сооружения Для того, чтобы как минимум два города защитить А как максимум все восемь зон, которые мы определили Значит по строительству запроектировать, получить федеральные деньги И в этом году приступить к строительству дополнительных защитных сооружений Вот мы встречались двух населенных в Нижнеудинске и в Толуне Встречались с жителями Полный зал, в том числе и с представителями бизнеса Вопросы уже не те, которые стояли, накал страстей не такой Хотя проблемы есть, это вот точные проблемы Которые, к сожалению, не описаны ни одним нормативно-правовым актом и законом Это дачные, садовые участки, это урожай на этих садовых участках Дальше, значит, это не паводковые воды, а грунтовые воды Даже вне зоны, вне зоны, границ зоны подтопления Люди их задают, мы на эти вопросы отвечаем и будем отвечать Там, где возможно решить этот вопрос в рамках закона, этот вопрос будет решен Мы сегодня, с учетом мнения и предложения граждан Сегодня резюмировал восемь направлений, которых мы сейчас доработаем Вопрос земельного характера Мы понимаем, что земля, которая имеется в собственности уже Которая утверждена генпланом на подтопляемой территории Идет так называемая мена Мы сегодня определили те участки И, в принципе, жители готовы туда осуществить эту мену Более 400 участков Вопрос соседоводчества Мы далее за этими земельными участками, где индивидуальное жилищное строительство будет произведено В том числе и в Березовой роще Мы готовы дальше провести межевание этих земельных участков Которые находятся в садоводческих товариществах Опять же, в затопляемой зоне Мы решение приняло о том, что мы заключим с Роскабстроем соглашение В рамках которых они доведут обследование С учетом уже оплаты именно из правительства Иркутской области Не привлекая денежные средства граждан Эти моменты носили такой индивидуальный уже характер Нет системности Но в целом подход, который в том числе и я внес в законодательное собрание Вопросы предоставления граждан пострадавших территорий Вопросы предоставления граждан пострадавших территорий